Говорит Черкеск В эфире специальная программа «Мы этой памяти верны», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и в студии ее автор и ведущая Рита Нерова. Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, но все зорче, памятью сердца мы всматриваемся в них. Для нас эти годы не простая история. 1418 дней войны ярким факелом полыхало пламя патриотизма советских людей. И каждый из этих дней свидетельствовал о величии духа, несгибаемом мужестве человека, для которого нет священия и долга, чем отстоять независимость отчизны. Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны, посвящается. Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим и подарившим миру жизнь и счастье, посвящается. Великой Отечественной войны Течет река времени. 72 года назад была одержана победа в Великой Отечественной войне. Казалось бы, надо навечно забыть, похоронить войну, но память наша не даст этого сделать. И гордость, и радость, и слезы, боль невозвратных потерь – все соединилось в нашей Великой Победе. Сегодня мы знаем, какой страшной была цена этой победы. Эхо той войны до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забывать эту великую дату. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили сейчас. Мы обязаны все помнить. Великая Отечественная война – это тяжелое испытание, выпавшее на долю советского народа. Как изменила она судьбы? Сделала короткими жизни многих мальчишек и девчонок. Разрушила светлые мечты 17-летних, которые прямо с выпускного бала ушли из детства в эшелон пехоты в санитарный взвод. Что толкало на это вчерашних мальчишек и девчонок? Видно, для этого поколения пришел час, когда она должна была взять на себя ответственность за Родину, за все на свете. Родина наша – это наша история, наша культура, это наше прошлое. А прошлое – это память. Память о событиях Великой Отечественной войны не подвластна времени. Эту память мы будем бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Она переживет века. Именно Великой Победе мы обязаны мирному небу над головой, сохранению и возрождению духовности России. День Победы – это и повод задуматься о будущем России. Главный урок той страшной войны очевиден. Страна непобедима, если ее граждане беззаветно любят свою Родину, являются истинными патриотами, чувствуют свою историческую правоту и черпают в этом силу духа и мужества. Сегодня мы, дети, внуки и правнуки, ветеранов, участников войны, низко кланяемся вам за мужество, стойкость, терпение и беспредельную любовь к отчизне и горячую веру в победу. Сегодня для нас большое счастье, что мы еще имеем возможность услышать хриплый голос седого ветерана, рассказывающего о тех страшных событиях военного лихолетия. Вот только солдат Победы с каждым годом, как ни печально, остается все меньше и меньше. Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы, когда у тебя есть мама и папа, бабушка и дедушка, и твоя жизнь абсолютно беззаботна. Вот и в тот далекий летний день 1941 года люди просто жили, любили и строили планы на будущее. 22 июня – день, когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены, свадьбы и многие другие. Вся жизнь перевернулась с ног на голову, все паникло, ушла куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом «война». Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение «Граждане и гражданки Советского Союза!» Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой, Пусть ярость благородная С фоука и благородная üp đe будет до 9-10. Продолжение следует... 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 Я Слава Наузова. Весна 45-го года, как ждал тебя Синий Дунай, Народом Европы свободу Принес жаркий солнечный май. На площади Вены Спасенной Собрался народ старый млад, На старой израненной в битвах гармонии Вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнит Алипы и Дунай, Тот светущий и поющий яркий май. Великий венце в русском вальсе Сковать года, Помнит в сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело Солдатский вальс этот звучат, И вена кружилась и пела, Как будто сам штраус играл. А парень с улыбкой счастливой Гармонь свою к сердцу прижал, Как будто он волствие видел разливы, Как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнит Алипы и Дунай, Тот светущий и поющий яркий май. Великий венце в русском вальсе Сказать года, Помнит в сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной Плыл вальс, полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, И всех опьяняла весна. Весна сорок пятого года, Так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади вели свободных, Солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнит Алипы и Дунай, Тот светущий и поющий яркий май. Великий венце в русском вальсе Сказать года, Помнит в сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнит Алипы и Дунай, Великий венце в русском вальсе Сказать года, Помнит в сердце, не забудет никогда. Взрывы, бомбы, снаряды, пожарищи, Искаженные ужасом лица людей, Женщин, прижимающих к груди испуганных детей, Стоны и страдания раненых, Грохот орудий, свист пуль, Убитые, которых где-то ждут матери. Вот что ждало нашу Родину. И сколько бы ни прошло времени с тех пор, В памяти людей, в их сердцах будет жить И не сгладится никогда та точка отсчета лет, Месяцев, дней и часов Беспримерного подвига, Несгибаемого мужества и героизма людей. За первые восемь дней войны В армию было призвано 5 миллионов 300 тысяч человек. Только с июля по ноябрь 1941 года На восток страны были переведены Более полутора тысяч предприятий, Эвакуированы 10 миллионов человек. В тылу врага вели борьбу Более 6 тысяч партизанских отрядов, Насчитывавших около 1 миллиона человек. Месяц шла оборона Брестской крепости. Оборона Киева продолжалась 2,5 месяца. 73 дня отняла у врага оборона Одессы. 250 дней длилась героическая оборона Севастополя. Итог начального периода войны Для страны и армии был страшным. Миллионы убитых, раненых и пленных. Огромные территории, порабощенные и стерзанные врагом. Для народа встал вопрос о жизни и смерти. Ужасы войны невозможно было бы пережить без веры в победу, Надежды и любви. Любовь согревала сердца фронтовиков, Заставляла их яростнее сражаться и защищать своих любимых матерей и детей. Героизм и сверхчеловеческие усилия советского народа Позволили остановить натиск врага. Долгожданная победа досталась слишком высокой ценой. Об окопах и траншеях, Об атаках и контратаках под шквалом вражеского огня Мы можем судить только по кинофильмам, Художным произведениям да рассказам фронтовиков. И только тот, кто смотрел смерти в лицо И прошел 9 кругов ада, Знает все ужасы военных лихолетий. Об одном из них, Афанасии Петровичи Солнышкини В специальном радиосюжете моего коллеги Умара Тикеева. В годы Великой Отечественной войны Мир был потрясен небывалым в истории человечества Подвигом советского народа. В суровых военных условиях, Под постоянными обстрелами и бомбежкой, Когда люди умирали тысячами, Народное сопротивление не прекращалось ни на минуту. Советские люди, сплотившие везде на и целое, Встали на защиту своего Отечества. В те суровые годы военного лихолетия В рядах Красной Армии Было немало наших известных земляков. Герой нашего следующего сюжета, Ветеран Великой Отечественной войны, Афанасий Петрович Солнышкин, Ныне живет в Черкесске. Встреча с Афанасием Петровичем Оставила в душе неизгладимые впечатления. Во-первых, с первых минут нашего разговора И вплоть до его завершения, А это более часа, Афанасий Петрович, как и положено военному, Сидел, гордо выпрямив спину, И отвечал на многочисленные вопросы, Листая как книгу историю своей жизни. Немного суровый, в то же время Достаточно веселый и общительный человек. Казалось бы, имел представление практически обо всем. Рассказывая о своем боевом пути, Не раз применял в своей речи Многочисленные военные термины. Его память хранит не только места боев, Передвижений войск, Но и имена и фамилии своих боевых товарищей, С которыми бок о бок прошел войну. Родился он в станице Каликовской, Наурского района Чечено-Ингушской республики, 20 января 1920 года, В семье рабочих. Успел окончить семилетнюю школу, Был призван в армию, А затем фронт. Мне тогда еще совсем юному парню пришлось нелегко, Вспоминает ветеран, Как, впрочем, и другим моим товарищам. Шли бои за города и села, Мы ожесточенно воевали с ненавистным врагом, Ведь выполнить задания и защитить родину Нужно было любой ценой, Говорит Афанасий Петрович. Призвался в армию в 40-м году. По столицам казаков готовили к армии. Я готовился на коне, пошел в Ростов. В Ростов-Сорстов у нас направили Белорусский военный округ в Белосток. Из Белостока в Польшу. И нас смена этих увольняли. В Терцкие, Кубалческие, Донские казаки. Дивизия там была. В польских казармах служил я. Мы ехали на занятия, это зимой дело, февраль месяц. Ну и я, там, голосовые святки, простыни. В Белостоке там лечили меня, А потом уже в 40-м году война уже шла. Я поздоровел. И обратно меня призвали в армию. Я попал в училище в Арженекидзе. Я проучился более двух месяцев. Нас вывезли к Маргарии на Балкарии. Разведка немецкая залетела с самолетом. Ихних разведчиков еще десанты высадили. Нас посажали, полуторки деревянные были задержать. А дело было уже полдня прошло. Ну, в третьем часу где-то расхомсали, как цыпляк всех нас. И я, эта нога была лопнутая. И я не помню ничего. Нас кто подбирал, как. Я ощутился в Грузии, город. Оказали шину тут от ящиков, от мыльных доски замотали. Ну, вот они мне оказали помощь. В последних числах ноября уже начал ходить на костылях. Я практически не окончил уже 3-4 месяца всего этого сержанта. Представьте себе, до чего удивительна человеческая память, способная хранить столько информации, в том числе о тех тяжелых для всего Советского Союза временах. От Афанасия Петровича я подробно узнал об освобождении Севастополя и Симферополя. Кстати, наш дорогой ветеран награжден двумя медалями за освобождение этих городов, так как принимал в них непосредственное участие. Начиная с 1942 года он успел побывать во многих уголках бывшего Советского Союза. Афанасий Петрович вместе со своим взводом принимал участие в боях за Таманский полуостров и Ригу. Афанасий Солнышкин дважды был серьезно ранен. Долго лечился, но все же вновь возвращался в строй, чтобы продолжать бить фашистов. С годами вспоминаются только хорошие. Убеленный сединами ветеран не стареет ни сердцем, ни душой. Он вечно молод, потому как помнит и бережно хранит в своей памяти все самые прекрасные и незабываемые моменты жизни. Одним из таких моментов является знакомство со своей будущей женой Анастасией Тимофеевной Солнышкиной, которой, к сожалению, уже нет в живых. Еще в годы войны они писали друг другу письма, ожидая встречи. И вот спустя долгие годы она состоялась. А 9 мая 1936 года молодожены Солнышкиной обвенчались. У Афанасия Петровича четыре сына и одна дочь. Сын Петр живет со своей семьей в Старополе, Анатолий в Светлограде, Виктор в Черкесске, а младший сын Иван в Северной Сети Алании. Всего у участника Великой Отечественной войны Афанасия Петровича восемь внуков и шесть правнуков. Сейчас вместе с отцом живет его дочь Наталья Солнышкина, которая всячески берегает и помогает ему во всем. Мы восхищаемся его подвигом и подвигом всего советского народа, который не был сломлен давлением фашистских агрессоров, а жестко противостоял ему и принес на жизнь стране долгожданную победу. Ветеран Великой Отечественной войны, прошедший славный боевой путь, награжден Орденом Красной Звезды, Орденами Отечественной войны I и II степени, а также медалями за освобождение Севастополя и Симферополя. Кроме того, у Афанасия Петровича еще 13 юбилейных медалей. Помним грохот огня, помним дальние страны, Каждый год, каждый день, попаленный войной, не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны второй мировой. Пусть заноют порой наши старые раны, Мы в победе, друзьяшней дорогой крутой, Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны второй мировой. Нам в отставку пока уходить еще рано, Не сдают за сердца, им не нужен покой, Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны второй мировой. В этот день память невольно возвращает нас к истории о том, как 32 ребенка-блокадника нашли свое спасение и новые семьи в черкесском ауле Беслиней Хабецкого района. 13 августа 1942 года на окраине этого населенного пункта остановился обоз с больными, истощенными детьми. Он двигался из блокадного Ленинграда, чтобы спасти детей от войны и голода. Дорога жизни шла из Ленинграда по Ладожскому озеру. Детский дом номер 12 эвакуировали только в апреле 1942-го. Дорога, которая в мирное время занимала трое суток, растянулась на четыре месяца. Поезд шел в глуби России, на Кавказ. Но никто не ждал, что в апреле 1942-го на Кавказе начнется новое наступление немцев с целью захвата кавказской нефти. И планы немецкого командования вмешались в судьбы ленинградских детей. Многие из них не выдержали долгого переезда, длившегося несколько месяцев. Обоз прорывался через города и села большой страны, охваченные войной. Фашисты наступали на пятки. Позади остались Ставропольские и Краснодарские края, а путь впереди лежал неблизкий, в Тиберду. Еда и вода закончились давно, да и запасы изначально были крайне скудны. Жители станиц несли хлеб, молоко, старались оказать посильную медицинскую помощь. Жарким августовским днем обоз остановился у реки Большой Зеленчук, чтобы хоть как-то спастись от жары и передохнуть. Узнав о том, что в ауле остановился обоз с детьми из Ленинграда, местные жители поспешили к реке, прихватив с собой еду и увидели пугающую картину. Увидев изможденных детей, жители аула стали разбирать их по домам. В ауле собрали экстренный совет и приняли решение укрывать детей дальше. Первым делом имена детей внесли в похозяйственную книгу. Так, за одну ночь в Беслине родилось 32 ребенка. Аульчане давали детям свои фамилии, новые имена и постарались сделать все, чтобы спасти им жизнь. Решение старейшин разобрать ленинградских детей «Те практически поддержали все». Тут началось самое непредвиденное, спонтанное действие. Люди старались брать маленьких детей на руки. Тех, которые были постарше, брали за руки и разводили по аулу. Так Алексей Сюськин стал Алексеем Патовым, Марик – Мусоя Горженоковым, Владимир Жданов – Владимир Амцеевым, Витя Воронин – Рамазаном Адзиновым, Катя Иванова – Фатимой Охтовой и так далее. По хозяйственную книгу, главный учетный колхозный документ немцы проверили первым делом. Почти полгода оккупанты находились в ауле. Все это время жители скрывали от них своих ленинградских приемышей. Детей прятали по чердакам до подвалов, в хлеву, даже мазали их лица сажей для маскировки. Детям было запрещено разговаривать по-русски. Впрочем, черкесский язык, они освоили очень быстро. Сегодня, как ни печально, из этих 32 человек осталось всего лишь трое. Рамазан Хежев, Владимир Цеев и Рамазан Адзинов. Сегодня речь пойдет о жизненном пути одного из детей-блокадников. Единственной девочке из того обоза – Кати Ивановой, ставшей впоследствии Фатимой Охтовой. И кому, как неродной дочери, знать все тяготы и невзгоды, которые перенесла, еще будучи совсем маленькой девочкой, Катя. Юля Гукова, дочь Кати, как губка впитала в себя все воспоминания матери. И о том, какие страшные страницы жизни пришлось перелистать детям того поколения, знает не понаслышке. Катин отец ушел на фронт в первые же дни войны и вскоре погиб. А у восьмилетней девочки были два брата и сестра. Вскоре от голода умирает и мать. За день до смерти мать попросила детей, если она умрет, никому об этом не говорить, и спрятать ее тело в коридоре за занавеской. Тем самым она хотела, чтобы дети пользовались ее хлебной карточкой. Они добирались очень сложным путем. 13 августа 1942 года их вывезли из Ленинграда через Ладожское озеро. Одна единственная дорога была. И там, по мамин рассказам, она обидно рассказывала, на моих глазах проваривались машины, с детьми прям орали все, невозможно было их спасти. Под воду прямо уходило. Кто выжил, то выжил. Несколько машин под воду утонуло. Потом их довезли до Армавира. Потом на поезд их сажали, на станциях прям этот эшелон бомбили. И эшелон с детьми под бомбежку попадали. Даже на станциях, когда останавливались, они до такой степени голодные были. Если с ними старшего брата не было бы, дядя Валя, они с матерью вообще бы вот... Они прям трупы вот эти ели, дети. Невозможно было их контролировать, когда они голодные были. Вот такие вещи мама бедно рассказывала. И потом, как Армавира доехали на поезд, их на обоз их посадили. Мою маму, например, полуживую взяли вот эти... Ох, да, мы очень благодарны ему до сих пор. Она всю жизнь благодарна была. Она полуживая, а тетя Женя, она вот... После рассказывала, что я языка испугалась черкесского. Она не до такой степени была. Мама вообще очень плохая была. Дедушка наш прям на руки ее взял, занес в дом. Ну вот, отходили, они очень хорошо следили. Фухтовых, Абдурахима ищащий. Она одна-то к ним попала, тетя Женя. Она языка испугалась. Мама вообще очень слабая была. Ее на руках занесли. Она даже не понимала, куда ее несли. Она вообще без памяти была. Восемь лет ей была. Она совсем не сколотавшая была. От тетя Женя, она на два года младше ее. С черкесом попала, говорила всегда. Она всю жизнь благодарна им была. Всю жизнь. От тетю Женю наверх повезли. В Исправинском ее там воспитали. Потом как-то через некоторое время друг друга нашли. Дядя Валя приезжал, вот как я рассказывала. Родная сестра моей мамы. Ее русские воспитали, а мою маму чешкесовую. Последняя живая. Она сейчас в кавказском поселке с дочерью живет. В посредний режим уже у нее ногу повредила. Лежит. Пережив, казалось бы, несовместимые с жизнью страдания и научившись радоваться ярким лучам солнца и летнему дождю, уже спустя годы юная Катя вышла замуж за молодого, красивого Нуха Гукова и родила шестерых детей. Кстати, в 42-м году, в тот памятный августовский день, когда Катя обрела новых родителей, именно этот мальчишка первым протянул девочке кукурузную лепешку. Долго он опекал Фатиму, пока не решил жениться. Отца призвали в армию. Он попал в морфлот, полгода прошло. Он сам сделал так, что домой винулся, что якобы мама болеет. Он думал, что мою маму заберут без нее. Ему надо было в 5 лет служить. Он обманул. Ну и сейчас это можно уже говорить, конечно. Приехала, что мать сильно болеет. Женился на ней, уехала, ему 5 лет отслужил. А мама с родителями его были. В этой высокой, статной, образованной женщине невозможно было узнать некогда сильно изнеможденную 8-летнюю русскую девочку, которую в далеком 42-м и бессознательном состоянии укрыли от немцев, выдав ее за местную. Всю свою жизнь она пронесла все лучшие обычаи и традиции этого старинного черкесского аула. И не только. Она смиренно жила по их устоям. Она истинно мусульманка себя чувствовала. И она все обряды наши, она истинно мусульманка себя вела. Единственное, она намаза не делала, остальное все по обычаю. Под родителям черкесов она все соблюдала, всю жизнь в платке была. Истинная черкешинка она была. Кто бы мог подумать, что на долю маленькой девочки из обеспеченной семьи, которую родители холили да лелеяли, выпадет столько горечи. А семья у Кати в самом деле жила в достатке. Вот у нее семья очень счастливая. Они очень хорошо росли, жили. Она очень такая грамотная была. В хорошей школе училась. До конца своей жизни она вот такие математические действия она вот решала. Я в шоке бывала порой. Очень любящий отец, мать были. Вот мать рассказывала. Это последняя бедная. Она сама до года умела, мама ее. Весь этот маленький кусок она на всех делила, сама не ела. И вот то, что у нее цены в доме было, вот золото, вот это все документы, она ему внуки отдала. Если я умру, ну не узнают, что я здесь нахожусь, спрячьте меня вот за ширмой. Она рассказывала, когда как прихожа, там большая ширма, и как бы там лишние вещи хранились у них. Меня как там спрячьте, и пока не найдут, питаясь моим этим куском хлеба. И обнаружили, через некоторое время их забрали в детдом. Вот они с собой взяли, говорят, вот эти все вещи, вот это золото. Они вот через эту неделю, она бедная, за ширмой лежали, они питались, вот ее этой карточкой хлеб брали. И потом, когда обнаружили, в детский дом забрали. И вот она, мама, рассказывала, мы, как, ну, на улице играли с песочника, и бомбежка началась. Нас пока, как, в подвал увели, как, и рухнул вот этот детдом. И вот эти все документы, как, это все там пропало, говорит, золото, вот это все. Документы и фотографии, и мамины, как, на память папина вещи, как, мы все брали, говорит, и вот это все под бомбежку. А отца их жизнь как сложилась на тот момент? Отец в первый день ушел в какой-то конной дивизии, она рассказывала, что законной дивизии, я не знаю, и как бы без вести пропавшего он был. Но потом дядя Валя нашел сын старший, где похоронен. Уже позже после войны Ивановы, Катина девичья фамилия, найдут друг друга. Фатима, много лет разыскивавшая родственников, получила долгожданную весточку. Оказалось, что брата Валентина и сестру Женечку приютила русская семья с хутора Новоисправненского, что находится в 40 километрах от Беслинея. А Валентин, на тот момент уже отслужив в армии, вернулся в Ленинград. Сестра Женя осталась жить на хуторе. Брат приезжал, когда они уже молодые девушки, на выдане уже были. И мама, и тетя Женя, брат приехал, дядя Валя. Они категорически отказались. Они уже замуж собрались с моего отца, а тетя Женя за дядю Ваню. Они отказались. Один брат домой поехал без них. Вспоминая, как мать ездила в Ленинград, и Юля рассказывает случай, когда Катя пошла в Эрмитаж. Когда в Эрмитаж она ходила, с теткой она была. Ходили с дядей, с отцом. Все ходили, смотрели. Она возле одной, где посуда была, остановилась возле какой-то вазы. Говорит, у меня как все детство, все перед глазами прошло, говорит. У нас точно такая же, как ваза в детстве была. Точно такая же ваза, как в Эрмитажа у нас. Точно такая же, как ваза была, рассказывала. Это тетя Люба рассказала, вот этот случай. До старки жили. Отец, как спокойно, мать спокойно была. Очень любящие родители, как были. Дети мы очень дружные, как были. А дядя Валя с мамой вообще копии одинаковые они были. Это внешне. Тетя Женя, она чуть поменьше, но она тоже с матерью. А вот который старший брат Иван был. Во время войны, когда заводы эвакуировали, он с этим заводом, в Урал его увезли. Он там же и остался, там и жил. Мама с ним переписывалась, посылки ему посылала, денежные переводы делала. Последний раз, когда я помню посылку, он получал обратно, что он уже умер. Посылку обратно передали. Общались они очень. Даже мы, дети, задевали, переписывались. Он открытки разные нам присылал, посылками всякие вещи присылал. Общались они все, дружные были. Две родины, Ленинград и Карачаева-Черкесия, оказались не только у Кати Ивановой и остальных 31-го блокадника. Наша республика стала отдушиной и для сына Катиного брата, который переехал жить из Санкт-Петербурга в Черкесск. Не зная ни традиций, ни обычаев, ни менталитета жителям многонациональной Карачаева-Черкесии, он решил переехать поближе к своим двоюродным. Ну, это вот такой случай был. У меня племянник Саши и сестры. Он в Турции учился. Он в совершенстве и английский, и турецкий языки знает. И вот эти турецкие фирмы, когда они узнали, что он там учился, его пригласили в эту фирму переводчиком работать. И мы в Ленинграде они были. И он согласился. И там он к Саше пошел в гости. Он очень хорошо рисует Сашу. И студентам помогал делать рефераты. Он очень хорошо рисовал. Тогда он как бы себя это сам обеспечил. Потом как бы он чуть повзрослее стал. И работы у него не было. И мой племянник Рустамчик, он содержал его. И деньгами. Заезжал, навещал. Заезжал, навещал. Постоянно продукты возил. И как-то они сблизились. Он все время говорил с Рустам, мою сыну. Но он на Кавказ боялся вообще приезжать сюда. Думали, что тут варвара, а не Кавказ. И как-то мы его пригласили. Он не думал, что вся родня, оказывается, здесь живет. И он говорит, давайте, когда я квартиру продам, в чешкетской квартире куплю. Продал здесь, квартиру купил. Среди нас живет. Вот такая судьба. 9 мая. Это не только праздник тех, кто своей кровью ковал Великую Победу. А еще и тех женщин, которые в далеком, но страшном 42-м спасли детей от фашизма и воспитали их настоящими людьми. Эта любовь и благодарность будет жить в наших сердцах всегда, становясь годами сильней и сильней. У войны было горя так много, что никто никогда его след не сотрет. Не дождем, а слезами омыта дорога, где война оставляла сирот. И пусть память звучит во времени Все пронзительней, все сильней. У беды нет ни рода, ни племени, Это знает аул без сленей. У беды нет ни рода, ни племени, Это знает аул без сленей. Здесь спасали нездешнее детство, Невзирая на веру чужую и кровь, Как родных заслоняли детей от злодейства, Отдавая им сердце и кровь. И пусть память звучит во времени Все пронзительней, все сильней. У беды нет ни рода, ни племени, Это знает аул без сленей. У беды нет ни рода, ни племени, Это знает аул без сленей. Сколько бы ни минуло десятилетий, Нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, О гибели бесценных памятников культуры И о самой главной и невосполнимой утрате 27 миллионах человеческих жизней, Сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. Забыть уроки войны, значит предать тех, Кто пожертвовал собой ради нашего будущего. В этот день, когда все вокруг оживает И наполняется новым дыханием, Мы понимаем, как прекрасна жизнь И как она нам дорога. И эту жизнь подарили нам герои войны. Мы отдаем глубокую дань уважения тем, Кто героически шел долгими, трудными боевыми дорогами, А потом возродил родную землю Из пепелища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно было бы В полной мере передать всю благодарность За бессмертный подвиг в этой жестокой войне. И как бы мы ни менялись, и не менялась сама жизнь, В истории нашей Родины, 9 мая, День Победы, Останется неизменным всеми любимым, Дорогим, трагичным и скорбным, Но в то же время светлым праздником. Спасибо всем ветеранам, труженикам тыла, Всем тем, кто приближал этот день. Спасибо вам, дорогие наши, За возможность наслаждаться всеми прелестями жизни. Ваш героизм не знает предела, А гордость за вас переполняет наши благодарные и верные сердца. На этом специальная программа «Мы этой памяти верны», Посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Подошла к своему завершению. Звукорешетер и оператор монтажа Мурат Аджиев, Автор и ведущая программы Ирина Нерова. Мы с вами прощаемся, желаем хорошего праздничного дня и мирного неба над головой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ День победы, день победы, день победы!